Макияж По-моему, очень классно выглядит в Новый год такой солнечный, поэтому я предоставляю вашему вниманию вот этот вот образ. Конечно, я бы порекомендовала какую-то более летнюю такую теплую прическу, например, такие пляжные волны. Моя укладка держится очень долго на мне, хотя все остальные держатся очень плохо. Секрет в том, что вот эти волны получаются от косы рыбий хвост на ночь на чуть влажные волосы. Очень-очень мне понравилось и буду дальше делать. И, конечно, мне нравится такой летний маникюр. Бронзовые ногти, мне кажется, очень-очень согреют холодную новогоднюю ночь. Если вам понравился образ, то смотрите процесс осознания макияжа. Данный макияж у меня будет очень сияющим и солнечным, поэтому вместо обычного увлажняющего средства я наносила вот такой вот Skin Perfector от Becca в оттенке Tapas. Это бронзовый такой вот кремовый хиллайтер, еще и с ухаживающими свойствами. В качестве тонального средства я бы порекомендовала воздержаться от бибикримов с SPF и любые средства, которые вы будете наносить на сегодня в новогоднюю ночь, до этого поносить и сфотографировать, потому что многие средства с SPF имеют отцвет, такой белый на фотографии, поэтому старайтесь его остерегаться. Я же буду в качестве тонального средства наносить руками. Вот такой вот бибикрим от Lumine во втором оттенке, и я уже знаю, что он не дает такого белого цвета. Конечно, как всегда, очень хорошо распределяем средства и на верх шеи, и также сводим его на нем на наших ушках и на линии роста права. Теперь я буду наносить консилер от Alice Fuzz. У меня оттенок 203, и он очень хорош тем, что, во-первых, он суперстойкий, во-вторых, он не суперплотный, но очень-очень натуральный, и более-менее хорошо маскирует при этом. И он очень жидкий, очень хорошо смешивается с кожей, и также он подходит и для области под глазами, и для каких-то несовершенствий. Для того, чтобы макияж держался долго и кожа не оказалась жирной на фото, я буду использовать пудру. В данном случае я буду выбирать вот такую вот тональную основу в виде медиальной пудры от Color Evolution и оттенок Тофи. Если мы с вами будем использовать ее отдельно, без тонального средства, то мы получим эффект белого лица на фото. Но если припудривать ей уже положенную тональную основу, тогда будет натуральный эффект, и такой сильной белой вспышки мы не получим, а даже, точнее, через пару часов после внесения уже ее не будет совсем. Я наношу минеральную основу поверх обычной тональной основы, кремовой, такими приховывающими движениями, для того, чтобы не сдвинуть тот крем, который положен ниже. Даже если в своем ежедневном макияже вы не используете никакие средства для бровей, то для новогоднего макияжа я все-таки рекомендую подкрасить брови. Во-первых, это макияж вечерний, во-вторых, если вы будете делать много фотографий, конечно же, все несовершенненные ваши бровы будут сдвинуть. Я буду использовать для бровей такую палетку от Essence из коллекции Wild Craft. Здесь есть два оттенка теней для бровей, и самый темный я буду использовать мокрым способом, с помощью скошенной кисточки. Тоненькими движениями имитирую волоски бровочки. Чтобы брови смотрелись максимально натурально, вот эту вот внутреннюю часть брови будем заполнять тем, что осталось на кисточке, чтобы получилось не очень ярко. Дальше буду наносить праймер для глаз от Cover Revolution на все веко, прямо до брови. Конечно, в новогоднем макияже очень важно использовать базу для теней, так они будут и ярче, и будут держаться больше. Дальше я буду использовать тени рассыпчатые золотистого цвета. Мои будут из палетки теней, из такой вот пирамидки, которая называется Terra Mella от Cover Revolution. Вы можете использовать абсолютно любую рассыпчатую тень, которая вам нравится, будь это MAC, Essence и так далее. Мы набираем на пушистую кисть, ровняем еще раз наш праймер для век, который мог скататься, и утрамбовываем. Основной цвет мы хотим получить на веке, мы фактически припудриваем все веко этими тенями, прямо до бровки. Дальше я буду придавать своему цвету глубину с помощью подложки из карандаша от золотистого цвета. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это не карандашная техника в классическом понимании, это просто подложка из карандаша. И я провожу линию где-то до 2-3, до середины, может быть, нижнего века. И делаю это чуть-чуть отступив от линии роста нижних ресниц и продлеваю эту линию с помощью карандаша вверх. Карандаш я использую от Гош, это каял в оттенке эспрессо, и я получила свою направляющую линию, которая направит мои глазки вверх. Теперь я прокрашиваю верхнюю линию роста ресниц, также примерно до внешней трети, может быть, до серединки, и начинаю заполнять штрихами. Кладу карандаш плоскостью и начинаю оттягивать такую тушевку, то есть затемнять внешнюю часть. И самый длинный штрих у меня получается мой самый первый, то есть до третьей либо половины глаза. И потом штрихи будут все короче, 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 и так мы поднимаемся до складки века. Если у нас большие глазки и большое веко, и в таком случае, как у меня, если глазки маленькие и века маленькая, то можно подняться даже выше. Теперь я хочу получить вот такую нежную дыночку из того, что у меня получается. Как я буду это делать? Мне нужна кисть для помады, и я буду потихоньку подтягивать только внешние границы всего, что я нарисовала. То есть вот эту вот часть я тяну вниз только за самый-самый внешний уголок, ну и еще можно продлить ее немножко внутрь. Смотрите, чтобы получилось симметрично. И вот эту линию тоже так же потянем с маленькими-маленькими штрижками. Будем вмешивать этот самый кремовый карандаш в кремовое тональное средство, которое наношенится. Верхнюю часть мы будем растушевывать вверх маленькими-маленькими-маленькими-плоскими шажками, штрижками. Ну и чем дольше вы будете это делать, тем лучше. Главное, не заходите в сам цвет, то, что у нас положено в серединке. Вот эту часть тоже тушу, конечно же, внутрь. И у нас получается какой-то средний цвет между этим коричневым и золотым. Главное, без плейки не помойтесь, если у вас получилась слишком плевная прозрачность. Всегда можно вернуться с карандашом и добавить его в мальш. Теперь мне нужен любой оттенок коричневого, лишь бы он был матовый. И пушистая кисть набираю, встряхиваю и я фиксирую то, что у меня получилось. Вот эту мою пильмочку. И теперь прорисовываю складку, заполняю вот эту вот часть. Как раз у нас получится, что тень у нас находится там, где карандаш плюс тени. То есть самая темная часть нашего макияжа. А здесь у нас будет холдий. То есть чуть светлее как раз тени без карандаша у вас получится менее интенсивный. И можно еще черный матовый оттенок и более темный, коричневый матовый оттенок нанести на самую темную часть. И еще раз закрепить. Это даст еще большую растушевку, еще большую глубину. И макияж будет еще лучше смотрится на фото и будет еще интенсивнее. Конечно, и на нервной меге тоже нам нужно зафиксировать наш карандаш. Прикладываю коричневые тени туда, где был коричневый карандаш. И опять их оттушевываю плоскостью. И можно еще потом то же самое, более устопой, сделать еще и черными тенями, чтобы получилось поинтенсивнее. Если вы хотите. Наносим тушь или, по желанию, накладные ресницы. И немножко бронзера я буду наносить как коррекцию. То есть я хочу сделать все-таки теплый, такой больный эффект, загарный. И пониже, чем обычно мы наносим бронзер, буду наносить его в этот раз. И еще немножечко на боковые стенки носика, чтобы сделать носик потоньше. Этот образ у меня ассоциируется с Мега Фокс, поэтому я выбираю розовый румяна и розовый блеск для губ. Это и то, и другое от Color Revolution. Оттенок румян, осенний закат. И оттенок блеска для губ. Pink Chiffon. Очень-очень-очень красивый блеск. Вот и все, на этом макияж готов. Я надеюсь, что он вам понравился. И большое вам спасибо за просмотр. Пока-пока. Счастливого Нового Года.